Уважаемые товарищи, мои земляки и соотечественники, смысл проведения Орловского экономического форума состоит в том, чтобы активизировать поиск путей вывода России из кризиса, увы, положение дел в нашей стране близко к критическому. В этом году исполняется 25 лет прихода Ельцина к власти. За это время мы пережили много испытаний. В этом году состоялся расстрел парламента, была воровская приватизация. Собственность тысячелетней страны продали меньше, чем за 3% его реальной стоимости. Был дефолт 1998 года, по стране прокатился всплеск терроризма, Дубровка, Беслан, взрывы в московском метро, разводился мировой финансо-экономический кризис, больно ударивший по России, те, кто обещал, что она отсидится в тихой гавани, не просто ошиблись, мы оказались над ним. Но нынешняя ситуация куда опаснее, если не принять срочные меры, она обернется самыми тяжелыми последствиями для всех граждан страны, и богатых, и бедных, независимо от национальности и вероисповедания. Системный кризис в стране вызван как внешними, так и внутренними причинами. Мир вновь вошел в полосу потрясений. Джордж Сорос, а он знает, что говорит, не применил заявить, что сегодня ситуация на рынках подобна той, которая сложилась в 2008 году. В основе мировой нестабильности все те же противоречия между трудом и капиталом, между интересами узкого круга господ и всего остального населения планеты. За последние два века капитализм пережил 12 кризисов. Два самых острых из них завершились страшными мировыми войнами. Из Первой мировой человечество вытащил Великий Октябрь во главе с Лениным, из Второй – Великая Победа во главе с Сталиным. Развязывая конфликты, стравливая народы и уничтожая целые цивилизации, мировой капитал пытается устоять, ищет новую пищу для своего бездонного чрева. Нынешний кризис – не исключение. Пресловутая арабская весна ввергла кучину. Кризисных междоусобий – весь Ближний Восток. Провоцируется вражда между различными течениями ислама. На древних землях Ирака и Сирии полыхают страшные войны. Накаляется обстановка на другом конце Азиатского континента. Соединенные Штаты пытаются ослабить Китай. Их не устраивает тот факт, что Красный Дракон превратился в ведущую экономику мира и бросил вызов гегемонии США. Совсем недавно американский эсминец вошел в территориальные воды Китая. Пекин назвал это нарушением суверенитета. Но в Вашингтоне демонстративно проигнорировали протест. Уверен, что подобные провокации продолжатся и дальше, и будут нарастать. Транснациональным монополиям не нужны конкуренты. Для борьбы с ними мировая олигархия активно опирается на мощный военно-полицейский аппарат. Делу пресечения конкуренции служат и два международных соглашения, проталкиваемые американцами трансатлантическое и тихоокеанское партнерство. Речь идет о попытках крупнейших западных корпораций установить полную и непререкаемую власть над мировой экономикой. Странам и народам предлагают отказаться от самостоятельного курса и сдать свои национальные интересы. Неудивительно, что названные соглашения готовились к строжейшей тайне. Даже депутаты Европарламента не знали, какого кота в мешке им подсовывает Вашингтон. Вашингтон использует свое политическое влияние и возможность печатать доллары, чтобы дирижировать мировой экономикой. Резко упали цены на нефть. Страны ОПЕК стали наращивать ее добычу, чтобы залатать бюджетные дыры на мировой рынок черного золота. Вновь выходит Иран. Спустя 40 лет запрет на экспорт нефти США был снят. Ее избыточное предложение способствует дальнейшему снижению цен и разрушению экономической связи. Россия находится в числе лидеров списка стран, приговоренных империалистическим монстром. Нам уже не первый раз выносят черную метку за то, что мы являемся мировой кладовой богатейших природных ресурсов и духовным антиподом. Вспомним, как пытались уничтожить молодую Советскую Республику. Полчища Антанты 14 государств выступили тогда против истерзанной и обескровленной страны. В этой ситуации Россия от гибели спасла советскую власть. Большевики дали по зубам интервентам и их прихлебателям, объединив миллионы людей идеями справедливости, равенства и братства. Они совершили невозможное, собрали распавшую страну, а затем утвердили ее единство союзным договором. В невиданной на короткие сроки СССР построил исключительно эффективную народно-хозяйственную систему, позволившую победить фашизм, вывести человека в космос и создать ракетно-ядерный щит. Именно за это ненавидят большевиков вся сволочь мира и местные компрадоры. Но грязь антисоветизма и русофобии не пристает к великим свершениям. У каждого российского патриота есть основания низко поклониться трудовому народу за великие победы и верность исторической правде, своей душе, своей культуре, своим уникальным традициям. Для торжества этих идей КПРФ делает все возможное. В этой связи всем рекомендую следить за новинками нашего телеканала «Красная линия». Сейчас на нем выходит крайне поучительный четырехсерийный фильм «Модель Сталина». Он наглядно показывает то, как стремительно наша страна превратилась в мощнейшую индустриальную и культурную державу. Находясь в полураспавшемся, полуафриканском состоянии, за 20 лет она увеличила в 70 раз свой потенциал и трагический 41-й встретила лучшим станочным парком в мире, самыми храбрыми, мужественными и самими крепкими солдатами, гражданами, офицерами. Спасибо ветеранам за это, честь и слава им в истории. Факты истории цены своими уроками как для настоящего, так и для будущего. Вот и в современном мире не выжить без самостоятельной политики, без реального суверенитета, без сильной эффективной экономической системы невозможно. Или ее удастся создать, или нас уничтожат, сомнут и растопчат. В этом уже вроде бы нет ни у кого сомнения. Сегодня Россия вновь столкнулась с агрессивностью Запада. Новая Антанта в лице НАТО вышла на наши границы и окружила военными базами. НАТОвские танки стоят в эстонской Нарве в 140 километрах от северной столицы. Противники провоцируют антироссийскую истерию, вводят санкции, поджигают конфликты у наших рубежей, сталкивают братские народы. На Украине при непосредственной поддержке и руководстве США и их сателлитов к власти пришел фашистско-бандеровский сброд, который издевается над страной и нашей тысячелетней дружбой. При этом крайне важно понять, в том, что происходит в мире, нет ничего случайного и удивительного. Как нельзя отучить волка питаться мясом, так и глобализм немыслим без экспансии, агрессии и войны. В этой исключительно ответственной ситуации мы должны ответить на судьбоносный для всех нас вопрос, как защитить себя, как сохранить право на самостоятельное развитие, как обеспечить мирное, демократичное и достойное будущее своим детям и внукам. История России для всего мира показывает, став на рельсы свободного рынка и американского либерализма, из тупика никогда не выбраться. Это означает принять заведомо невыгодные правила игры, подписать в стране смертельный приговор. Нынешнее руководство России этого как будто не замечает и не понимает. По сути своей, оно продолжает социально-экономический курс, именно социально-экономический курс, начатый Горбачевым и Яковлевым, Шеварнадзе и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот курс привел к разрушению СССР и разгулу лихих 90-х. Либерально-демократическая свора растащила уникальный советский народно-хозяйственный комплекс, убив 80 тысяч производств в стране и повела страну путем деградации и обнищания. Свежий опрос Левада Центра свидетельствует, только 14% россиян сегодня положительно отзываются о Ельцине и лишь 11% хорошо относятся к Гайдаровским реформам. Подавляющее большинство населения считает этих людей предателями, убийцами советской страны и социалистической экономики. Народ вынес свой вердикт, он отвел Горбачеву и Ельцину и их приспешникам ту же самую нишу перевертышей предателей Родины, в которую уже давно помещены Гетман Мазепа, Атаман Краснов и генерал Власов. Сильнейший патриотический запрос общества позволил сегодня внести серьезные коррективы в российскую внешнюю политику. Но свернула ли страна с гибельного пути? Внутри России бал по-прежнему правят в области экономики и финансов американизированные либералы. Высокие цены на нефть помогли на какое-то время прикрыть зияющие бреши и погасить нарастающее недовольство масс. Однако решением системных проблем власть в экономике и финансов не занималась. Большая часть дохода от продажи минерально-сырьевых ресурсов ушла в карманы новоришей вкладывать в покупку замков особняков и суперяхт, но они не занимались промышленностью, оборонным комплексом и сельским хозяйством. В прошлом году мы выиграли у американцев соревнования только по одному виду. Мы стали чемпионами в области покупки суперяхт. В среднем суперяхта стоит 275 миллионов долларов. Если бы не купили 7 суперяхт, обеспечили бы детей войны их 12 миллионов должной помощью. Вот цена финансово-экономического курса, при котором одни богатеют, а другие еле сводят концы с концами. Похмелье наступило у нас тогда, когда цена барреля нефти упала с 140 до 30 долларов. Зависимость от экспорта сырья, об опасной которого все эти годы повторяла КПРФ, предстала во всей красе. Валовый внутренний продукт по итогам года сократился на 4%. В области промышленности ниже нас рухнула только Украина. Прошел резкий спад по всем отраслям. Ушли в пике реальные доходы населения и потребительский спрос. Стало ясно, что мнимое благополучие многих рядовых граждан держалось на нефтегазовых огрызках с олигархического стола. Упали цены на сырье и населению сказали, затягивайте пояса, платите как ремонт, ждите повышения не только цен, но и пенсионного возраста. Это хорошо видно на примере государственного бюджета текущего года. Правительство подсунуло нам бюджет обрубок с доходной частью меньше 14 триллионов рублей. Дефитит больше 2 триллионов. По целому ряду статей произошло не просто существенное, а прямо-таки обвальное сокращение. Под ручку обрезали образование и здравоохранение. Это при том, что из 20 триллионов, слушайтесь, вырученных в прошлом году за проданную вашу нефть, газ, золото, алмазы, металлы, из 20 триллионов, в бюджет попало только 8. Власть решила экономить на самых социально защищенных. Вдвое сокращено финансирование сферы ЖКХ. За последние 10 лет объем аварийного жилья вырос почти в 5 раз. Расходы по капремонту действительно перекладываются на плечи жителей. Пенсию проиндексировали всего на 4%, при том, что инфляция была почти 13. Сокращаются инвестиции в реальный сектор экономики. О диверсификации, импортозамещении, исползании с нефтегазовой иглы приказано подождать. Как тут не вспомнить о великом опыте нашей страны, когда за 10 предвоенных лет было построено 9 тысяч самых передовых предприятий. Буквально с нуля создавались целые отрасли танкостроения, машиностроения, химии, самолетостроения. Только вдумайтесь, в третьей пятилетке каждые 7 часов в строй вводился новый завод и новая фабрика. Спасибо отцам и дедам победителей. Это они нас еще кормят. Ну что, возможностей тогда было больше? Конечно, нет. Просто руководство страны во главе с Сталином понимало, если топтаться на месте, нас уничтожат. Великая Отечественная война доказала мудрость и своевременность этой политики. Сразу после войны Советский Союз строил по полторы тысячи заводовых фабрик в год. В кратчайшие сроки страна восстановила производственный потенциал и наполнила бюджет. Одновременно были освоены новейшие технологии в атомной энергетике и проложена дорога в космосу. Это, несомненно, заслуга оболганной перестройщиками советской власти и плановой экономики. Нынешние рыночные рельсы, насильно навязанные стране, либералами оказались кривыми и ведущими в никуда. Орел после войны уцелел один дом в центре, на который повесили флаг за родину, за Сталина. Константин Федин, великий писатель, наступая с войсками, написал, Орел похож на кладбище каменной крошки, надетое на кольцо полусгоревших деревянных слобод. После войны, за 70-е и 80-е построили 50 лучших производств. Сталипрокатный входил в тройку лучших в Европе. Управляющий выделительных машин был первым первенцем в этой отрасли. Целый куст прибора строительных заводов, включая завод по производству приборов, научные аппаратуры Академии наук. Это было гордостью всей экономики. Часовой завод производил 6 миллионов часов, из них миллион покупали немцы, а немцы плохую продукцию не купят. Все это разгромили в 90-е. Сейчас мы обязаны возродить в полной мере и в полном объеме. Выход существует, и выход один. Нужно менять экономическую, социальную политику. Необходимо разворачивать курс от спекулятивной экономики к реальному производству. И именно развитие, именно производство решит эту проблему. Как это сделать наиболее эффективно? Сегодня мы имеем хорошую возможность обсудить здесь, на нашем Орловском форуме. Тем более, что у нас накоплен очень интересный опыт. И его сегодня представят наши руководители народных предприятий, и мэры, и губернаторы. Я хочу, чтобы вы внимательно прислушались к этому опыту. Правительство страны демонстрирует поразительную узколобость. Надев на себя американские шоры, оно не способно адекватно ценить обстановку. Не слушая здравых советов, прет по пути, в конце которого пропасть. Смешнее любого КВНа выглядят люди, давшие десятки разноречивых прогнозов, ни один из которых не сбылся. Вспомните Алексея Улюкаева, вещавший о прохождении России дна кризиса. Это у Люлюкани уже вызывает всеобщее раздражение. Весь интернет заполнен насмешками на эту тему. Я положил на стол все его прогнозы. Ни одна цифра не совпала. Ни одна не совпала. Ну что же это наука, которой они пользуются? Что это за математика, которая посчитать на три недели вперед не могла? Жутко наблюдать за теми, кому доверена финансово-экономическая политика, кто не в состоянии управлять страной. Корабль под названием «Россия» Они войдут не по четкой и ясной карте, а по каким-то обрывкам из старых либеральных учебников. Недавний Гайдаровский форум – это вообще сборище без людей, не способных даже ответить на простейшие вопросы. Я был шокирован, что ни одна волнующая людей тема не нашла решения. Вот выступает первый зампред правительства Игорь Улюкаев. Слушайте, уверяю, что в 2015 году мы ни разу, нигде не представили никакой ложной информации. Все их прогнозы оказались ложными. И экономические прогнозы пересматривались неоднократно. А бюджет корректировался четыре раза только в Государственной Думе. Значит, все предыдущее было абсолютно ложным. Идет дальше. Оказывается, кризис полезен для России. Ну тогда и нечего лазить, раз полезен. Сидите в кризисе в этом, собственно говоря. Кроме того, шувало обмолвусь, что падение цен на нефть и обрушение курса рубля позволит перейти к более диверсифицированной экономике. Подобные заклинания повторяются 15 лет и порядком всем набили оскомин. Реально правительство не предлагает ни конкретных мер, ни путей выхода из кризиса. Происходит обратный. На том же Гайдаровском форуме премьер Медведев предложил резко сократить бюджетные расходы и приватизировать госактивы. Я когда это услышал, вспомнил дефолт. Мы говорили на ВДУМе, что обвалится эта финансовая пирамида в 98-м осени. Она обвалилась в августе. Все банки рухнули, кроме Сбербанка. А тут объявляют, что будут продавать Сбербанк. Я говорю, если хотите, чтобы у вас завтра ловкие люди за месяц организовали свой Майдан, продайте Сбербанк. Там все счета физических лиц. И послезавтра вам организуют такую панику, что вы все на стенку полезли. Слава Богу, президент пригласил и правительство, и Центробанк, и Натбанк. И сказал, нет, вроде не будем. Не только теперь, не только в долгосрочной перспективе. Но кто предлагал и предлагает продать самые жирные куски собственности государственного условия кризиса за бесценок, когда руб стоит почти, доллар стоит 8 рублей. Те просто подрывают основы для выздоровления экономики. Если они это не понимают, то это трагедия в целом всей страны. Хрупнейшая экономика мира, китайская, совершила свой рывок благодаря ведущей роли государства. Даже на Западе сегодня все чаще признают рыночные стихии разрушительно. Считайтесь материалы последнего Давосского форума. Я перечитал все выступления. Я в свое время там перед всей аудиторией мировой выступал. Его состав никто не заподозрит в коммунистичности этого форума. Тем не менее, участники встречи признали, перед миром никогда не стояло столько проблем и вызов, как сейчас статирую. Одна из фундаментальных опасностей – неконтролируемый свободный рынок. Как заявил президент Швейцарии, бизнес нуждается в качественных государственных институтах. Он призвал увеличить инвестиции в образование и бросить силы на поддержку не олигархии, а среднего класса. Еще конкретнее высказал лауреат Нобелевской премии Жозеф Стигрид. Он подверг резкой критике меры жесткой экономики и подчеркнул. Ключевой проблемой современных экономик является растущий уровень неравенства и невозможность самореформирования рыночных структур. В его речи содержится призыв обеспечить приоритет государственного регулирования перед своеволием рынка. Именно государство, по мнению Стиглица, должно контролировать развитие бизнеса. Позорным диссонансом с этими здравыми мыслями позвучали в Довосе выступления членов российской делегации. Ее глава зампред правительства Юрий Трутнев заявил о позитивных последствиях кризиса для России. Это называется делать хорошую игру при плохой мине. Свой приговор к капитализму вынесла и Парижская конференция по климату, состоящая в конце прошлого года. Она показала, что господствующая в мире социальная экономическая система может породить глобальную экологическую катастрофу и принять программу, которая направляет огромные ресурсы на то, чтобы человек жил в мире и согласии с природой. Но то, что для мира все очевидное, для нашего правительства дремучий лес, нас упорно хотят вернуть в лихие девяностые с их нищетой, разгулой бандитизма и преступности, беспределом чиновников и олигархов. Нас опять пытаются убедить в том, что только свободный рынок может спасти Россию. Все хватит. Наелись. России нужен реальный путь развития, а не торгашества. Страна обязана найти выход из кризиса. Если его не ищет власть, его призван сделать народ. Он не раз в истории показывал, способен решать задачи. Ради этого нужно объединить все государственные патриотические силы, включать все интеллектуальные возможности, привлечь в совместной работе самое широкое экспортное сообщество. Лучшие умы России должны вести поиск путей к ее достойному будущему. Я уверен, что вместе мы сможем не только предложить, но и реализовать альтернативную, губительную, неолиберальному курсу программу. Чем скорее произойдет кардинальная смена курса развития страны, тем меньше потерь понесет Россия, левоцентристское правительство народного доверия и программа экономического роста вот ближайшие две главные стратегические задачи российской повестки дня. События 98-го года уже прочно вписаны в новейшую историю страны. И именно тогда экономика России, доведенная до ручки Чубайсами и Гайдарами, была спасена правительством Примакова, Маслюкова, Герасченко, когда талантливый политик Примаков, когда гениальный инженер, бывший глава госплана Маслюков, и когда банкир от Бога Герасченко сложили свои усилия для того, чтобы вытащить страну. Они решительно пресекли дикий отток капитала и валюты за границу, ограничила олигархическую вольницу, дало толчок к промышленному развитию. Только за 8 месяцев промышленность прибавила, 24 процента. И напомню, в условиях корабрель нефти стоил всего 15 долларов, а золотовалютных резервов было 6-7 миллиардов, нечем было платить пенсии, зарплаты и стипендии в сентябре месяце. Едва ситуация стабилизировалась, как та же команда, которая душила страну 90-х, отправила в отставку это правительство, но опыт его сегодня будет востребован, он остался с нами. По нашему убеждению, левоцентрический поворот сегодня – это единственный выход для страны. Нужно выявить объединение силы, способной этот поворот совершить. КПРК готова к этой многогранной и трудной работе, сложению усилий всех прогрессивных национально ориентированных сил, от величайших умов до наших деловых кругов и предпринимателей. Мы открыты к самому широкому обсуждению назревших проблем. Общими усилиями мы должны сформировать тот прочный и убедительный национальный консенсус, то единство, которое определит новый вектор развития. Мы всех желаем жить в мирной стране, с которой считаются, уважают. Мы все желаем, чтобы дети были образованными и успешными. Мы все хотим, чтобы женщины и старики радовались современной жизни. Но для этого всем придется изрядно попахать. Надеюсь, что Орловский форум внесет в это святое дело свой достойный вклад. Олигархи и сращенные с ними чиновники превратили экономику России в донора для своих утех и банковских счетов. Чтобы обеспечить развитие страны, предстоит вырвать из ее корыстных рук, поставив власть на службу всему народу. Предлагаю, что программу необходимых антикризисных мер можно выразить в 10 пунктах. Позвольте вам ее представить. Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Для этого прежде всего предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Только по данным статистики за последние 14 лет из России легально вывезено почти 790 миллиардов долларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому различные серые схемы, эта цифра удвоится. Весь этот дикий отток капитала и валюты за кордон необходимо прекратить. Центральный банк должен служить интересам России. Делу развитию экономики, промышленности и сельского хозяйства, а не подыгрывать спекулятивным операциям на бирже. Крайне важно вывести его из-под влияния ФРШ и прямо подчинить государственной власти. В перспективе необходимо отвязаться от доллара. Почему Россия должна покупать пустую бумажку со 75-80 рублей? Чтобы 100 долларов напечатать, надо всего 5-7 центов. А за 100 долларов можно многое уже купить. В свое время Сталин не стал тратить деньги на зеленые фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так была обеспечена защита Советского Союза от кризиса и санкций. Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три года в составе этой организации потери бюджета России составили 800 миллиардов рублей. Косвенные по цели оцениваются в 4 триллиона. Смирительную рубашку ВТО с нашей экономики следует снять. Мы открыты для диалога и торговли, но мы не желаем играть по чужим правилам, подыграя тем, кто сидит за океаном и определяет нам любую цену. Второе. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу. 10 тысяч рудников сегодня не работают на граждан страны. Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать олигархию их челюсть. Мы уверены, что 90-95% избирателей проголосуют на народном референдуме за решение о национализации минерально-сырьевой базы страны. Уверена, что вы абсолютно поддержите эту идею. Только это позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей и сделать его бездефититным. Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового комплекса, но и других ведущих отраслей, которые определяют ценообразование. Таких как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, системы связи. Во-первых, сильный госсектор будет служить целям пополнения бюджета и благосостояния всех граждан. Во-вторых, он придаст предсказуемый плановый характер экономическому развитию. Выход из кризиса диктует необходимость перевода экономики на плановое начало с использованием государственного и муниципального заказов. В минувшем году по инициативе депутатов-коммунистов принят закон о стратегическом планировании. Первые шаги сделаны. Теперь необходимо вводить тактическое планирование на 5 лет, стратегическое на 10 и более лет. Только в этом случае в полной мере заработает закон о промышленной политике. Фракция наша смогла добиться его принятия. Активно поддержала ТПП и президент этот закон. Пора открыть дорогу к новой индустриализации четвертой промышленной революции. Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю обрабатывающей промышленности в объеме ВВП необходимо повысить с 14 до 70, а то и 80%. Напомню, что в современной Германии этот уровень равен 83%. Хватит пустых заклинаний о создании инвестиционного климата и конкурентной среды. Нужно строить и поддерживать конкретные объекты и предприятия. Все знают в условиях кризиса, кто вкладывал в село и в стройку. Те вылезли успешно. И накормили, и отстроили. Например, Петербургский тракторный завод знаменитый Путиловский, Кировский. Мы над ним шествовали, отбили от бандитов. Вот, и он успешно развивается. В этом году под руководством директора Северникова запустили новый конвейер. Создали целую серию уникальных образцов техники и навышли на мировые рынки. Но четыре тракторных завода России за прошлый год не произвели 10 тысяч тракторов. Один белорусский, который производит почти 100 модификаций, произвел 45 тысяч и продает 72 страны мира. Вся Европа покупает. Третье, экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений. Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований отечественных ученых, довести удельный вес организаций, осуществляющих инновационные разработки с 10 до 40 процентов. Именно так обстоит дело в развитых странах. У нас в Москве было тысячу проектных институтов. Два десятка осталось, и те полуживые. Мы не можем согласиться с тем, что на образование и науку выделяется 3 процента от ВВП. Из 100 рублей расходных на науку, на образование 3,60, а на здравоохранение 3 рубля. Нигде в мире ничего похожего нет. Даже в африканских странах. Причем даже эти жалкие средства тратятся на редкость бездарно. Ливановская баба Ега, это ЕГЭ, и погром Российской Академии Наук ведут полный тупик. Ведь советская наука давала каждое третье мировое изобретение. Сегодня полтора миллиона лучших ученых и специалистов вынуждены бежать за кордон, чтобы прокормить себя. Я приехал в Америку, читал лекции в ведущих университетах. У Билла Гейтса 100 математиков, которые сделали его самым главным богачом Америки. Я клянулась, 150 русские, которые учились у нас, они их не рожали, не учили. Спрашиваю ребята, они говорят, мы все равно тут люди второго сорта, завтра поедем? Ну куда? В какой институт? В какую школу? Где будет жена работать? Где будем жить? Какой институт? На этот вопрос давно ответили в 30-е годы. Петр Леонидович Капец в Резерфорде работал, был гением. Когда приехали к нему, он сказал, без лаборатории я никто. Купили за золото последнее. Приехал, сколько он людей спас, когда предложил, как бороться с магнитными бомбами и минами. Нам надо учиться у тех, кто решал эту задачу. К слову сказать, вот немало тут преподавателей и студентов. Когда Сталин начал индустриализацию, оказалось, нет профессионалов. Кто будет готовить? Готовить будут вузы. Кто будет там работать? Профессуры, преподаватели. Сказал, принесите мне те льготы, которые имел царский профессор. Принесли их, почти 10 было. Вычеркнул одну. Царский профессор имел возможность закасать тройку скучеров. Выходной за это ему платили. Он сказал, мы им продадим по решевке новые машины, которые сделают. Все были восстановлены льготы до единой. Зарплата депутата Верховного Совета СССР была приравнена к зарплате вузовского профессора. А сейчас вузовский профессор получает иногда меньше уборщицы в «Газпроме». Поэтому здесь надо навести элементарный порядок. Сегодня в школу шутят, я читаю, ребята у нас с большим юмором, вход в школу через кассу. Это горькая шутка, все чаще появляется на устах у родителей. Если большевики за 10 предвоенных лет добились величайшей грамотности населения, то нынешняя власть действует в обратном направлении. Раньше наши школьники и студенты стабильно занимали главные места на всех международных конкурсах, а сегодня некоторые читать и писать не умеют. Последние три конкурса, в том числе и по математике, продули вчистую. Высокое качество школьного образования крайне необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки, и для поднятия культуры, и для утверждения молодого человека в жизни. Также на данном этапе крайне важно восстановить систему профтехобразования по всем профилям обучения, вернуть престиж технических и педагогических вузов. Две недели назад вместе с Нобелевским лауреатом Алферовым, Мельниковым, первым зампредом Думы, он первый у нас в партии зам Смолиным, человеком, из которого вышли главные законы по образованию, мы представили в Думе новый закон образования для всех. Этот документ питал все лучшее из русской и советской школы, из мирового опыта. Если он будет принят, ситуация в сфере образования изменится качественно. Качественный закон предусматривает доступность образования, рост бюджетного финансирования, ликвидацию дикой бюрократизации, которая поразила школы и вузы. В Гемшире недавно были голосования. Госпожа Клинтон два раза проиграла пожилому профессору. И почему проиграла? За нее проголосовали вся молодежь студенты и все более-менее умные и состоятельные люди. Он вышел и сказал, как в 21 веке без образования. Вы же обложили студентов непосильным налогом. И предложил ввести в Америке бесплатное образование советского типа. Говорит, да, Обама решил до 30-40 миллионов страховку медицинскую. Но я предлагаю пойти дальше, чтобы каждый человек мог бесплатно, спокойно лечиться, если лишние деньги не плати. И штат в Америке проголосовал за эти предложения. Поэтому я уверен, что наш закон образования для всех поддержит педагогическое сообщество. И обращаюсь к своему родному Орловскому университету, где я физмат заканчивал, преподавал матанализ и философию. Поддержите наш закон. Мы вам спасибо скажем. Четвертое. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство. В стране 42 миллиона гектаров заросли бурьяна. Вчера молодец Потомский показал, он тут заказал, с космоса отсняли. Каждый клочок брошенной земли виден. Но у нас иногда приезжаешь, не надо из космоса смотреть, куда не подашься, сюда ли березняк или кустарник растет и так далее. 42 миллиона – это уже третьей пашни. Ученым доказано, что Россия способна покормить не только собственное население, 145 миллионов, но еще свыше 500 миллионов человек. Вместо этого мы заводим половину продовольствия, зачастую негодного качества. Стыдно и позорно это. Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот. И не надо тут ничего не бояться, не стесняться. Недавно и Путин активно поддержал. Предстоит восстановить почти полностью утраченное семноводство и племенное животноводство. Вчера показали, как на Орловщине грамотно начинает решаться эта задача. Решить этот комплекс задач можно только на основе реконструкции сельхозяйственного производства. Давно доказано, что крупные предприятия лучше адаптируются к постоянным изменениям на продовольственном рынке. Их неоспоримые преимущества – разноотрясливое производство, более высокая прибыль, наличие собственных средств ликвидации и ликвидного имущества. Для таких предприятий легче получить кредит, для них доступен лизинг и могут продать сырье без предоплаты. Да и малому бизнесу на сырье гораздо легче выжить в связи с крупными хозяйствами. Продовольственную безопасность страны можно обеспечить за 2-3 года. Для возрождения российского аэропрома основную ставку нужно делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать главной идеей государственной программы развития села. 15 лет на село из бюджета выделяется меньше 1,5%. Все идиоты в мире знают, чтобы оно развивалось и накормить страну. Надо минимум выделять 10. Лукашенко выделяет 18. Советская страна выделяла 20. И в этом году меньше 1,5%. Мы считаем, что эта задача решаема, но нужно менять бюджетную политику. 5. Необходимо всемирно поддержать народные предприятия, ярко демонстрируясь, что эффективно. После дефолта, во время Примакова-Маслякова, мы внесли с Кашиным закон о народных предприятиях. Они бурно стали развиваться. Но потом, ну, вориши увидели, что это предприятие трудно воровать. Невозможно в офшоры деньги загнать. Коллектив, являясь собственником, не позволяет ворать и растаскивать тогда. На некоторые наши коллективы был такой наезд, что Казанкову для спасения лучшего сегодня в Европе хозяйства пришлось 2 тысячи молодых людей возить, чтобы отбить от бандитов. То же самое было и с Кировским заводом. То же было с Грудининым, Подмосковью, колхозом Ленина. Они будут выступать. Это лучшие сегодня в мире хозяйства. Мы обязаны с вами все сделать, чтобы этот опыт стал всеобщим достоянием. У нас такое есть хозяйство, свинокомплекс при Ангаре в Иркутской области. У нас Левченко там серьезно взялся за возрождение лучших традиций. Вот, руководитель хозяйства Сумароков, колхоз Терновский, Богачевым, да и многие другие. Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не только населенной промышленности. Достаточно упомянуть картонно-бумажный комбинат Набережных Челнах или народные предприятия Знамя Свердловской области. Сам характер этих предприятий таков, что они развивают не только производство, но и всю социальную инфраструктуру. В колхозе Ленина у Грудинина рядом с Москвой лучший детский сад в Европе. Я прошу, если будет время, покажите фильм. Лучшую школу завершает строить, которая впитает все самое гениальное из русской советской школы и мирового опыта. Храм построили для верующих, зона отдыха, суперсовременные технологии. Средняя зарплата 74 тысячи рублей позавидует любой столичный город. Не случайно мы вопрос о народных предприятиях уже в марте выносим на Пленум и предложим свою программу. Недавно вместе с торгово-промышленной палатой подвели итоги работы этих предприятий. Они оказались самыми эффективными в кризисном прошлом году. Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны. Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. Это самая большая ложь. На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России вместе со средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния составили 36 триллионов рублей. Два бюджета. На депозитах в банках находятся еще 22 триллиона. Таким образом, помимо бюджета имеется 58 триллионов рублей, которые можно использовать разумно для кредитования. И уверен, если дать под конкретные объекты, на конкретную стройку, конкретному руководителю, под ответственностью губернатора, никакой инфляции не будет. Но эту стройку никто не упрет отсюда. Я, выступая в Думе, достал титульный лист в стране 9 тысяч строек и посмотрел, что было введено на тот день. 20 объектов. 3% деньги заморозили, а объекты не хотят творить. А люди сидят без дела. А что такое стройка? 30% металла, весь кирпич, фаян с плиткой, все остальное. Это 10 тысяч работающих предприятий. Это завтра рабочие места, налоги и все остальное. Это другой комфорт жизни. Поэтому мы должны это использовать в интересах всей страны. 7. Не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства. В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о торговле, предложив установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Этот порядок мог бы остановить и рост потребительских цен, и общую инфляцию. Однако единороссы не приняли, их подход такой не устроил. Цены на продукты питания в результате в среднем подпрыгнули на 20-25%, а то и удвоились. И в царское, и в советское время доказала свою эффективность монополия государства на производство и реализацию виноводочной продукции. Сегодня же огромные деньги текут в карманы водочных королей. Госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей продукции даст бюджет страны еще 3 с лишним триллиона рублей. Кроме того, она позволит остановить страшную тенденцию последних лет, когда тысячи людей гибнут от паленой водки. За год отравили паленой водкой 40 тысяч человек. В три раза больше, чем за 10 лет потеряли афганской войны. В царское время живых денег от этой продукции к вечеру из сотни было 35 рублей. В советские 20-25, сейчас рубля не получают и отказывают все. Хотя проблема лишь и на поверхности, и народ будет здоровее, и деньги будут для благих целей, начиная от детей, кончая студентами и стариков. Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех ее отраслях. К примеру, налога на добавленную стоимость в СССР не было. Нет и уша, кстати. Наличие НДС приводит к удорожению отечественной продукции от 10 до 18%. Это делает ее неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает инфляцию, провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает и зарплату наших граждан. Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимостью выросли в несколько раз. Они больно бьют по малому бизнесу и сельскому хозяйству. Углубляют нищету простого человека и народа. Налог на имущество и поселенческую землю просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и обжитых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда со двора брали десятину. А сегодня, если посмотреть, те же природные ресурсы из 20 триллионов, 8 попали в бюджет. Берут не десятину, а в 10 раз больше. Выпадающие из бюджета доходы есть чем компенсировать. В десятках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он введен в США, Китай, Франции, Германии, Швеции и многих-многих других государств. Мы просто обязаны ввести этот налог в Россию, где 110 человек, всего 110, захватили более трети национального богатства. Прогнозируемый экономический эффект превышает 4 триллиона. Кроме того, это будет более чем справедливо. Нерабочие, учителя, врачи, военные, инженеры, студенты и пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не они и должны за него расплачиваться. За дело рук своих пусть отвечают прежде всего олигархи и их бездарные чиновники. Пора спросить и заставить их отчитаться за свою работу. Девятое. Наш принцип заботы о стране – это забота о людях. Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства, не стоит удивляться диким масштабом бедности. Но такое расслоение обязательно обернется сражениями на улице. Это уже проходили. И богатые должны понимать, чем это пахнет, вовремя принимать в соответствии решения. Пора превратить Россию в реально социальное государство, как записано в Конституции. Сегодня в России нет социального государства. Это феодально-олигархическое государство, которое поделили целые куски и свою вольщину почуют, как хотят. В нашей стране не ответить на смертельные вызовы с необразованным и больным населением. Так называемая оптимизация здравоохранения резко снизила доступность медицинской помощи. Уже в этом году смертность России может снова превысить рождаемость. Над страной вновь навис тот самый русский крест, что уже стоил нам миллионов жизней. Много лет КПРФ добивается принятие закона о детях войны. Всякий раз наша инициатива блокируется Единой России. А вот тем, кто пережил самую страшную войну и отдал свои силы на восстановление страны, они считают, можно прожить на 10-12 тысяч рублей в месяц. Последний раз наш проект закона о детях войны набрал 205 голосов, но не хватило. Но мы не отступим принятие этого закона. Дело чести всех честных людей, всех достойных граждан и всех патриотов. Мы обязаны ее принять. Не только тормозов для развития экономики, но и непосильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. По официальным данным, износ оборудования в этой сфере составляет в среднем более 60%. Я попросил мне показать карту сетей. Почти на миллионы километров труб от квартальных до магистральных стоит страна. 600-700 тысяч сгнили. Их невозможно в один день заменить. Многие коммуналку пораспродали и теперь барахтаются в грязи и не в состоянии навести элементарный порядок. Значительная часть этих средств могла бы пойти на ремонт. По данным Минэнергоразвития, на восстановление предприятий ЖКХ требует свыше 10 триллионов рублей. Необходимо снести около 100 миллионов квадратных метров ветхого и аварийных жилья и построить новое. Нужно построить еще 1 миллиард 600 миллионов квадратных метров жилья для нуждающихся. На все это потребуется 65 триллионов 5 нынешних годовых бюджетов. Но дожидать нельзя, потому что многим уже не втерпешь в аварийном жилье. Проблема требует быстрого решения. Это означает, что проблема модернизации объекта ЖКХ в строительстве и ремонте фонда должно взять на себя во многом государство. Его задачей должно стать строительство и социальное жилье. Тарифы же на граждан не должны превышать 10% семейного дохода. Позорный налог на капремонт должен быть отменен немедленно. И 10. На уже упомянутом Давосском форуме был затронут вопрос о судьбе культурно-нравственных ценностей в современном мире. Основатель и президент форума Клаус Шваб заявил о том, что на человечество нависла угроза лишиться души и сердца. Для России эта угроза более чем реальна. Души людей разлагают как пропагандой насилия и безнравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. Отвратительные выходки некоторых известных людей – лишь небольшой штрих к этой позорной картине. По государственным телеканалам по-прежнему крутятся живые фильмы и передачи, мажущие грязью священные страницы и образы великой истории великого народа. И эта смертельно опасная мина закладывается под будущее России. Но обезвредить ее, безусловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является народ-победитель. Он еще раз в прошлом году показал, что может уверенно встать в ряды бессмертного полка, отстаивая знамя октября, знамя победы, нашу веру, традиции, наши идеалы. На фоне кризиса политический маяк явно качнулся влево. В обществе растет запрос на патриотическую идею. Это показывают все социологические опросы. Народ все больше осознает негодность неолиберальных рецептов, блюда по которым способны испоганить любой стол. КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает подробный антикризисный план, отраслевые программы развития страны. Они затрагивают все стороны социально-экономической, политической и культурной жизни. Наша цель – предложить людям альтернативу либеральному словоблудию. Для этого у патриотов России есть возможность опереться на конкретный опыт в истории и современности. Перспективность нашей программы развития подтверждена преимуществами советской эпохи, практикой народного Китая и братской Белоруссии, результатами работы правительства Примакова, Маслякова и Герасченко, опытом народных предприятий в России. Нужды, надежды на программу перемен сегодня растут во всех слоях. Расширяется доверие к тем, кто уступает с позиции созидания, развития и подлинного народовластия. Уверенно руководят своими территориями. Мэр Новосибирска Локоть набирает обороты губернаторы Орловской, Иркутской области, Потомской и Левченко. Эти руководители доказывают любовь к своей земле делом. Они не забывают держать совет с людьми, представителями партии и движений, с экспертным сообществом, со всеми конструктивными силами, с деловыми кругами. Это создает хорошую основу и для сегодняшнего разговора. В сентябре пройдут выборы в Государственную Думу. По нашему мнению, избирательная кампания призвана подстегнуть выработку перспективной программы социально-экономического развития страны. Основой для этого могла бы стать открытая и честная общественная дискуссия, в том числе и на государственном телевидении. КПРФ не только готова к ней. Мы крайне заинтересованы в самом широком общегражданском диалоге, в мире над нашей страной и в демократическом ее развитии. Перед Россией стоят слишком серьезные вызовы и слишком большие угрозы сегодня. Они требуют максимальной концентрации сил и энергии всего российского общества, совместный поиск путей выхода из кризиса, смысл нашей Орловской встречи. Наши усилия призваны помочь стране уверенно шагнуть в будущее. Мы правы, мы сможем. Эти слова должны стать главным девизом национально ориентированных патриотических сил. Тем более впереди у нас столетие Великого Октября, столетие создания комсомола, столетие образования Великого Советского Союзного Государства. Их пример должен вдохновлять на новые созидательные порывы и подлинное единство нашего общества. Добрый путь, мои дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ